Автоматизированные системы охраны пришли в наши дома с момента появления автоматизации. Безопасность – это та сфера, где технологические новинки реализуются в первую очередь, и на ней меньше всего принято экономить. Вопросы безопасности лучше всего обсуждать со специалистами, которые знают типовые действия злоумышленников и типовые проблемы в вашей территории. Ключевой элемент системы безопасности – умная камера, способная выделять и реагировать на события, которые она может распознать в изображении из-за встроенных датчиков. В начале все камеры были аналоговыми, потом появились цифровые. Они пересылали видеосигналы на специальный сервер. Далее появились веб-камеры. Они позволяли провести первичную обработку сигнала и выдавали пользователю видеопоток, что упрощало обслуживание систем видеонаблюдения. Чтобы камеры видеонаблюдения стали полноценным смарт-устройством, в них внедрили первичный анализ видеоконтента, а затем радиоинтерфейс и мобильное приложение. Умные камеры содержат множество встроенных датчиков, которые могут использоваться и как отдельные устройства, которые могут использоваться сообща разными системами умного дома. Развитые и надежные системы безопасности предполагают наличие специализированных датчиков, но и системы, основанные на простых датчиков, оказываются вполне эффективны. И умная камера, и классический датчик открытия позволяют в равной степени эффективно отслеживать открытие окон и дверей, чего нельзя сказать о 3D-сканере. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Первый смарт-замок был выпущен в 2013 году. Он обладал возможностями коммуникации с другими устройствами через встроенный интерфейс. За последние годы сфера применения умных замков расширилась, и теперь не только наручные двери, но и внутренние пространства могут автоматически блокироваться и разблокироваться с помощью управляемых смарт-замков. Умный замок в рамках системы безопасности может предоставить полный отчет о том, кто и когда пользовался им. Им можно пользоваться по отпечатку пальца или через мобильное приложение. Домофоны переговорной системы Сначала это были устройства для передачи звука, а в 80-е появились видеодомофоны, которые сначала были аналоговыми, а с появлением IP-камер стали цифровыми. Любая система телефонии предназначена для использования при определенных условиях. Если вы не хотите пренебрегать безопасностью, не нарушайте предназначение систем без совета со специалистами. Смарт-замки и домофоны в умном доме дополняются сервомеханизмами, предназначенными для открытия и закрытия дверей. Пожароохранная сигнализация специфически подвиж системы безопасности, предназначена для мониторинга пожарной обстановки в доме и реакции на пожарные инциденты. Такие системы приводят в действие специальные алгоритмы, которые выполняют различные действия, необходимые в случае возникновения пожара. Продолжение следует... ... ...